Ребятки, у нас снова новый букет цветов. Это Витюшка мне принес сегодня. Тут и пшеничка. Здесь и пионы, здесь и розочки. Вчерашние цветочки стоят. У нас там, как ты сказал, в виде новолуния? Да, на новую луну новые цветы. Видите, что с небом делается? Вот эта туча сейчас будет что-то творить, наверное. А вот это наши урожаи зелени. Я сейчас вот это мы поужинаем. Я буду все перерабатывать, промою, просушу, мелко нарублю. Судочки. Судочки, все это за контейнером. Этот салат я тоже, но я сейчас уже этот самый и завтра на работу возьму. То есть щавель кисленький, вкусненький. Я попробовала. Восок у нас кажут. И садимся кушать. Десерт на вечер. Вот. Мы вчера, помните, делали почеревок в мультиварке, да? В мультискоро. В мультискоро, да. В общем, Витя сказал, что оно похоже на тушенку прошлых лет. Вкусное, чесночком, просоленное, плотное. А в судочек сложил, а там аж как холодец получилось. Холодец, да. Именно тушенку открываешь, нужно там холодец. Сейчас я спросил, вот солдат пришел за нами, говорит, что там кормили, как. Тушенка, ну, кажется, там, один жир и так, нити, нити. Ну, что-то непонятно, что мясо там, типа, такое, что-то все. Все, наварили картошечки на пару, Витя, способ, советую, быстренько и вкусненько, полезно. Капуста сочная, молодая, с мясом, с болгарским перцем и со свежими помидорами. Это моя картошечка, нарезала редисочки, чтобы она по Витиному методу уписалась. Та же зелень, тот же хлебушек, тот же Витя, та же Лена в голосе и будем кушать. И вот я хочу сказать, что вот Лена, хозяйка, которая умеет готовить и умеет подавать. Это, я вам скажу, одну такую, ну, народную, такую, типа, усмешку. Циган там нанялся делать, ну, и, думаю, уже пора кормить, хозяйка поставила бутиль сироватки. Ну, он думал, что, ну, все не закончилось, он выпил эту сироватку. Голодный, выпил, а тут он начал борщ, мясо, ну, и разносолы, всякие. А он, типа, наелся уже сироватки, да? А сироватки выпил, только трубанки, да, хозяйка, хорошее, да, мило готовить, но не мило подавать. А Леночка умеет готовить и подавать. Спасибо, Витя, за похвалу. Ну, я знаю, ты зря не похвалишь. Спасибо. Да, именно. Да, Витя, зря не похвалу. На улице вот-вот хлюпнет душ, ребятки. Так, все, всем доброго вечера, хорошего, отличного настроения. Значит, что, приятного аппетита говорила, да, доброго вечера говорила. Рада, что вы у нас есть, подписчики мои родные, хорошие, добрые. Растут, растут циферки, растут. Вопросы у меня вот так, я вижу земной шар и вот так именно нити. И там нас видят, и там нас смотрят. Да, именно нити, вот эти нейроны, они, но все равно связь есть. Она все на уровне, там, атомов, короче, нанотехнологии, это, как вы там, трошки, это, ну, это связь есть, это все не зря, мы живем не зря, это все, на этом не закончится. Хорошие эмоции зря не бывают. Мы стараемся, мы получаем добрые, хорошие эмоции от вас. Я думаю, вы от нас. И это и есть смысл жизни, что делай добро, добро тебе вернется. Да. Все, ребятки, всем доброго вечера. Да. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Вот мы его и творим. Все, пока-пока, всегда ваши, Лена. Вот наступил, опять пришел тот час. Видите, нафишечка, не просто тадададам, или я вас найду, а вот пришел тот час. Это вот, как бы, подытоживая, что мы, как бы, поработали, и тут вечером. Заслужили на хорошую пищу. Чревоугодие такое, сладок грех, чревоугодие. Все, сейчас пойдет дождь, а мы будем кушать. Все, пока-пока, до завтра. Ребят, всем доброе утро. Я хочу показать красивенное небо наше утреннее. Чуть-чуть туман. Там, получается, с полей вот туман. И там у нас, получается, ташлык за вот той посадкой, куда я сейчас поворачиваю. С ташлыка идет такой пар. Я же не раз уже говорила, что хотелось бы здесь снимать фильмы. Ну, я не знаю, фильмы какие-нибудь такие, где сказочные какие-то, кто там, русалки. Лукаши, Маука, Леси, Украинки там именно. Там идет туман такой. Вот, солнышко встает, красивый. Ёжик туманит. Хороший день, температура у нас. Сейчас доберусь. 15 градусов тепла. Да, Витечка, да. Ребятки, только что посмотрела вчерашний ролик. Как-то так. Ну, в общем, методом тыка я ужин не... На съемочке он есть. И я его не скинула на канал. Сейчас я делаю вот эти минутки, догоняю. Сделаю вам... Откину ужин. И, в общем, ну все бывает. Мы остались без ужина. Да, да, мы остались без ужина. Я взяла инициативу на себя, а потом... А Витя говорит, Лена, а где же наш ужин? А я говорю, а нема? А я уже, знаете, когда засыпаешь, что-то чудануло. И, видимо, не дожала. Кидала, кидала смайлики, накидала. Я вон вчера, видите, еще зелень вот эту, крошила зелень. Витя уже дремал. Ребята, рассказать вам не знаю прикол. Витя, я имею право? Да, да, я... Короче, я сегодня хриплю. Знаете, почему? Витя меня довел до такого смеха, что мне хотелось, я не знаю. Я думала, у меня лопнет живот. В общем-то, он стал дремать. Вот. И, значит... Ну, часто мы делаем это лежа. Мы себе позволяем. Мы люди такие... Такие, как сказать... Ну, мы им на це право, чтобы нам лежа поисты. Я себе это позволяю. И Витя тоже. Да, мы стелим покрывальце такое рабочее на диван. И можем поесть там клубничку, черешню. Даже иногда семечки, ребят. Вот. А тут Витя уже дремал. А я залезла в холодильник и думаю, о, шоколадочка. Мы ее давно не ели. Сейчас я прорекламирую, какая бы. Очень-очень. Мне понравилось. Она была в акции. Я взяла снова таких шоколадок. И мы ее, значит, покушать я хотела. И в чем суть? Я долго говорю, потому что у меня прет, уже с утра прет. Значит, в чем дело? Я себе сидя кушала на подушке, монтировала и кушала. А Витя дремал полубоком, лежал на меня, смотрел. Он себе за щечку положил такой хороший, добрый кусочек шоколада. Второй кусочек держал, видимо, в руке. В этот миг его посетил сон. Витя, он говорит, я кликнул. Он отключился. Во рту шоколад, который был, понятно, подтаял. Но самое интересное, когда он проснулся, он же помнит, что был в руке у него еще кусочек шоколада. Он его хотел найти. Начал мацать свое тело, красивое, этими руками. Шоколадами, короче, пока он его искал, я когда на него уже глянула, это было все. Я не могла ни говорить, ничего сказать. В общем, у него от бровей, от бровей до самого пупа, все залапанное шоколадом. А вот этот кусок, который был в руке, и он его забыл, он растаял вот тут, где у нас локоть сжимается, изгиб локтя. В общем, вся рука в шоколаде, и он лежит. На меня глазенками лупает, ничего не понимает. А я аж хохочу до ус. Не буду говорить это слово. Вот, верите, человек от бровей до пупа весь в шоколаде вот так ляп-ляп-ляп-ляп-ляп, ручонками себя лапой тыщет. Вот второй кусочек. Ну, не дитя ли это, понимаете? Да ты нам потеряла, шукая на этой иной може, а при этом она вся в шоколаде. Витя потом пошел в ванную мыться, я нашла три орешка, он их бедный. Видимо, грыз, грыз, они выпалили. Нет, а вон из растаяния. Да, они воялись. Я помню кусочек здесь был, а вон из растаяния. Целенькие были и лежат, на этом покрывали. Короче, покрывала в стирке, Витя в стирке. И я целый вечер, я сегодня еще утром умываюсь, Витя смотрит ролик, а я хохочу еще в ванной. Вот такие приколы нашего городка, ребят. Я вас размешила с утра. Все, мои хорошие. Не даром говорят, вот весь в шоколаде. Весь в шоколаде. Витя вчера весь был в шоколаде. Все, мои хорошие, я буду отключаться, сушить голову, краситься и пошла на работу. А вы посмейтесь. Всегда с вами Лена Витя и погода в доме.